23 января день освобождения Армавира от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник не только для всех горожан. В первую очередь это значимый день для ветеранов Великой Отечественной войны и особенно тех, кто участвовал в освобождении города. К сожалению, большая часть освободителей ушли от нас, но мы помним, чтим их выполненный долг и, конечно же, все горожане, все жители города благодарят их. И сегодня мы поздравляем тех ветеранов, которые живут с нами. Это Галина Николаевна Купянская, Владимир Николаевич Туницкий. И сегодня в честь большого праздника для жителей нашего города мы поздравляем Владимира Николаевича с днем освобождения, потому что он принимал участие в освобождении нашего города, освобождал его от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас Владилену Николаевичу Туницкому 95 лет. В ноябре 1942 года он 17-летним мальчишкой записался в воинскую часть артиллерийского полка 389-й дивизии. Участвовал в освобождении Черкеска, а затем и Армавира. В честь праздника артисты городского дворца культуры напомнили ветерану о его ратной молодости и подарили песни военных лет. Мы подготовили небольшое поздравление с соблюдением всех мер безопасности и с учетом всех этих мероприятий мы поздравили Владимира Николаевича под окнами, подарив ему несколько песен его молодости, песен его фронтового подвига, с которыми, я уверен, они отдыхали, шли в бой. И сегодня мы, конечно же, поздравляем Владимира Николаевича, желаем ему крепкого здоровья и Галине Николаевне долгих лет жизни, чтобы они радовали и могли своим подвигом делиться со всеми горожанами нашего города. К 78-й годовщине освобождения Армавира в живых остались два участника боев 43-го года за Армавир. Это Владилен Туницкий и Галина Купянская. Всего в городе живут около 50 ветеранов Великой Отечественной войны, которые были непосредственными участниками событий тех страшных лет. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканала 360, Армавир.